Привет, друзья! Сегодня у нас Toyota Highlander 2001 года. Нет, это Highlander 2, наверное. Вот такой вот комплектации, значит, он американский, я так понимаю. Здесь в Фаренгейте. Сегодня сюда мы установили магнитолу, по-моему, DT1206, да? DT1207. DT1207, карпат 1, на андроиде. Покажу вам, как, как, чего немножко работает. Кнопок на руле здесь нету, зато здесь есть, покажи, здесь есть встроенный усилитель JBL. Шаратный усилитель JBL, он был запущен, прекрасно работает. Также сюда была еще установлена камера заднего вида. Посмотрите, какой у нее угол. Вот он, бампер ровный, да? Теперь он здесь немножко закругленный. Снимает прекрасно, снимает все в HD-качестве. Магнитола Toyota Universal уже говорил, на андроиде и виндосе. ДТ-шная магнитола. Значит, здесь у нас подсветочка можно регулировать подсветку приборов, подсветку передней панели можно, значит, делать, как у хотим. Здесь все, как обычно, и нажимаем кнопку Android, она у нас переходит в Android. В андроиде у нас Яндекс.Навигатор уже запущен, все это крутится. Android здесь четыре ядра, красный карпат в бардачке. Четыре ядра и два гигабайта оперативной памяти, плюс еще две USB, полноценные код. В андроиде мы поставили сюда проигрыватель, в котором есть бесконечный эквалайзер, лучшайзер. Руковые эффекты, какие хотите. Да, это очень здорово, потому что здесь штатный усть, он так очень напористо, на самом деле. Вот такие дела. Усилитель не жужжит, при зажигании включенном, при заведенной машине тоже не жужжит. Все, в принципе, работает. Показать больше нечего, кнопок на руле нету, больше никаких двух опций здесь не стоит. Android, как Android, Яндекс.Навигатор, Navitel, стандартный набор и GTO Audio для наших клиентов. Соответственно, можно запрограммировать любой пульт сюда, от видока, допустим, да, есть ЭКО-порт программируемый, поэтому вот так вот. Всем спасибо, приезжайте, как задумаете. Субтитры сделал DimaTorzok